С двоюродным братом на демонтаже. Монтаж, демонтаж, окон. В данном случае мы разобрали балкон деревянный. Поубирали. Осталось только спустить весь расходный стройматериал на ту кучу. И на сегодня всё. Рядом с нами приводят в порядок 14-ти этажку. Мы находимся по адресу 60 лет СССР. Дом номер один. В квартире 21. Итак, друзья, мы с братом уже закончили нашу работу. И обратите внимание, подъезд в этом доме уже приведён в порядок. Стены побелены. Всё покрасили. Поменяли новые перила. Осталось только помыть полы. Кстати, на каждом этаже поставили датчики движения на свет. Свет включается автоматически. Добрый день. Здравствуйте. Да, да. На эту кучу мы вынесли старые рамы, окна. И раз уж я здесь, друзья, покажу вам этот двор, пройдусь по кругу. 60 лет СССР. Дом номер один. По этой улице ещё лежат плиты. Их будут менять. Аллею будут тоже приводить в порядок. Здесь всё было очень старое. Эта 14-этажка находится по бульвару Шевченко, 343. И рядом с ней стоящая 341. Дом приводится в порядок. Здесь раньше была стоматологическая поликлиника. Её сейчас восстанавливают. А чуть дальше, на углу, сейчас почта. Это бульвар Шевченко. И мы с вами посмотрим на эту улицу чуть позже. В другой раз, друзья. Потому что бульвар Шевченко стал намного красивее. Здесь будут ложить тротуар новый. Делают фасад. Везде звук стройки по кругу. Строители трудятся. Молодцы. Детский сад тоже приводят в порядок. Везде стройки, друзья. Мерседес. Как в фильме «Джипперс Крипперс». Давай, брат, проходи. Опа! Вот так меня встречает друг. Обалдеть. Обалдеть. Секундочку. Привет, дорогие друзья. Слушай, ну вау. Вот это... Давай, брат. Вот это кайф. Горяченько сейчас поедим. Друзья, Дима... Прямо попал в цель. Потому что сегодня я ещё ничего не ел. Домик, который я снимаю, там нет холодильника. Временно. Он скоро будет. Но я ещё толком ничего не ел сегодня. Дима чётко. Как знал. Шурпа. Красавчик. Ну как тебе? Как тебе твоя шурпа? Игорь, она всё держит в турник. Мы всё-таки на плов же собирали. На плов мы поедем на этой неделе любой другой день уже. Ни под кого подстраиваться не будем. Кто может, тот поедет. Правильно? Да. Потому что постоянно ждёшь, собираешь и потом отменяем наши поездки. Итак, друзья, пробую шурпу от Димьяна. Вау. С лимоном. Такой вкус интересный. Привкус. Лёгкий. Обалденный вкус. Нет, ты он ещё с соусом попробуй. Вот это идея с лимоном. Она так и готовится, или ты сам? Нет, я сам. Ничего себе. Всё, да, зелень надо, но закончилась. Мамка сегодня эту крошку делала. И всю зелень туда пустила. Короче, тут зелени не хватает. Ух ты, какой вкус интересный. Ой, они же холодненькие, вообще классные. Угу. Вот это кайф, друзья. Ну и сюда это. Делали такие розовые, либо то красные. На день рождения я привёз такие жёлтые. Говорю, мам, попробуй замолосолить. Я вообще замолосолил, и у них вкус вообще обалденный. Сюда наливай вот так соус. О, класс. И хотел... Ой, как перец пахнет. А захочешь этого мяса макнуть туда. Ммм. Друзья, просим прощения за то, что мы живём на камеру. Но это бомба. Мне кажется, вроде как мало соли, брат. Или соли надо тебе? Нет, нет. Всё очень вкусно. Будут для босса вкусняшки, да? Хрящики такие. Да такие хрящики сам ем, они такие вкусные. Ну да, они мягкие, я вижу. Ну ты заехал в Бусо, посмотреть что-то на рынок. Да, они сахарные. Мягкие хрящики называются сахарные в кухне. Я понимаю, только это же кость была? Нет, это хрящик. А, именно хрящик. Какая это часть баранины? Это от грудины. Это ребра, получается? Да. Но они очень мягкие. Они мягкие, потому что они молодые. Просто я недавно кушал шурпу, там не такие кости были. Я понял. Это отличается очень сильно. Ну это не самая лучшая шупа, что я варю. Просто я её поставил и заснул, короче. Она сама сварилась. Да, вкуснятина, конечно. Слушай, ну ты накормил меня бомба просто. Ну. Я не ожидал. Ты как знал прямо. Я честно скажу, тебе я ничего не ждал. Просто так оно. Ну да. Получилось, а когда ты позвонил, я думаю, мы сейчас как раз повечерим. Шурпа с лимоном. Такого я ещё не пробовал. Вкус такой приятный. Послевкусие. Бомба просто. Это ты лимон кладёшь уже в тарелку, да? Или в кастрюлю? Отдельно в тарелку. Сейчас он дыньку. Он полотенце я положил, Игорь. Первая сладкая, очень сладкая дыня в этом сезоне. Нет, это она где-то мы ели. Это слажен. Слажен, да. Слажен, потому что, возможно, потому что она холодней, но она прямо сахарная. Я уже заметил, странно, конечно, но дыня что-то в холодильнике становится вкуснее. Вот я её брал, а аромата нет. А в холодильник открываю, там такой аромат сейчас стоит. Дим, я у тебя пока возьму велосипед. Не против? Как скажешь, сразу отдам. На какое-то время, пока просто мне... Он стоит, я никуда не езжу. Бери, конечно. Потому что с поселка моряков, там автобусы редко ходят. Я вчера просто шёл пешком. Шёл без остановки. И автобуса не встретил, да? Один проехал. Но, да, один. Я как-то... Машина была на ремонте у меня. А у меня дел было просто по... Меня велик так выручил. Ты не поверь, я на нём полгорода обмотал. И в налоговую, и туда, и сюда, и... Друзья, Дима меня накормил. Я не ожидал. Добавки точно ничего не надо. Нет, нет, Дима, ты что? Куда, куда? Теперь, давай, полотенце бери. Да я лучше помою, Дима. Я буду вымазывать полотенце сейчас жиром. Если ты не против, я... Нет, нет, сейчас пойдём, да. Помою, вот так будет. Лучше всё-таки. Субтитры сделал DimaTorzok